вот встреча какая-то откуда знал на этом видео вы видите самый сильный фрагмент из документального фильма крылатая казань лето 2002 года михаил девятаев встречается на аэродроме в пенемюнде германия с гюнтером хобом они улыбаются болтают как добрые друзья желают друг другу здоровья за фронтовые дела ваши и за дружбу и за долгую жизнь и они с шуткой вспоминают как в 1945 году советскому герою девятаеву удалось похитить немецкий самолет и улететь с концлагеря а гюнтер хобом был тем самым немецким летчиком который должен был его уничтожить но к счастью не догнал вот как встреча какая через 50 лет в этом видео я хочу рассказать вам о прекрасном подвиге советского летчика истребителя михаила девятаева который помог кардинально изменить ход второй мировой войны михаил девятаев с детства мечтал стать летчиком судьбоносным для михаила девятаева стал случай произошедший в 1934 году однажды в их поселок прилетел самолет забрать больного вид самолета летчик в шлеме все это произвело на юного михаила незабываемое впечатление он твердо решил стать летчиком когда началась война девятаеву было двадцать четыре года он был одним из лучших летчиков истребителей 13 июля 1944 года самолет девятаева был подбит и загорелся в воздушном бою в районе львова который на тот момент был оккупирован самолет загорелся я начинаю просить бобер бобров владимир иванович бобер наведи меня на восток потому что в кабине уже дым темно ничего не видно а у бобер кричит мардвин попрыгивай горишь прыгай горишь сейчас взорвешься девятаеву удалось покинуть самолет в последний момент раненый с тяжелыми ожогами летчик приземлился на землю без сознания а очнулся он в плену сначала его держали в лодзинском лагере военнопленных там он предпринял первую попытку побега прорыл с товарищами подкоп из барака за ограждение но подкоп обнаружили за попытку побега из лагеря его приговорили к смерти сохранившиеся лагерные документы зафиксировали 5 декабря 1944 года сожжен в печи летчика спас парикмахер заменивший его бирку на бирку умершего артиллериста никитенко под этой фамилии михаил петрович попал на сверх секретный объект пенемюнде на острове узедом это была сверх секретная база где производилась и испытывалась новое ракетное оружие нацистского рейха самолеты ракетные установки фау-1 фау-2 с которой ежедневно обстреливали ракетами лондон узник попавший на этот остров был обречен его уже живым отсюда не выпускали во время работ и по вечерам в бараке девятаев тайно изучал приборные панели и оборудование кабины самолета хенкель-111 по фрагментам кабин разбитых машин находившийся на свалке рядом с аэродромом с первого дня своего заключения он планировал побег на самолете и набрал команду из десяти человек михаил девятаев и вам кривоногов владимир соколов владимир немченко федор адамов иван олейник михаил емец петр кутергин николай урбанович дмитрий сердюков утром восьмого февраля 1945 года команда девятаева должна была убирать аэродром подходить к самолетам им было категорически запрещено но они смогли обмануть охранника сказав что их заданием было отремонтировать земляной ров во время обеденного перерыва команде девятаева удалось забраться на один самолет бомбардировщик хенкель 111 девятаев сделал невозможное он смог угнать секретный немецкий самолет управление которым он освоил практически уже в воздухе но у него это получилось не сразу представьте самолет разгоняется минует вахтманов садящиеся юнкерсы и чуть не падает с обрыва в море даже на самой максимальной скорости самолет никак не идет вверх там народ уже из столовика раз обеденный перерыв был 12 часов обеденный перерыв был там выскочил много народу я в толпе развернулся никого не задавил там только спустя несколько минут девятаев догадывается что мешают триммеры руля у незнакомой машины они установлены в режиме на посадку с помощью своей команды обессилевший девятаев смог вытянуть штурвал на себя и самолет полетел на аэродроме была объявлена тревога а летчики истребители получили приказ сбить захваченный самолет обер-лейтенант гюнтер хобом был одним из тех истребителей который должен был найти и любой ценой сбить самолет захваченный командой девятаева но девятаев смог обхитрить немцев так как не сразу полетел в сторону ссср а решил сделать небольшой крюк в сторону швеции я собрал свой экипаж и мы сели в самолет я был полон решимости найти его и сбить но прошло 20 минут а я его не обнаружил потому что никто не знал куда полетел самолет на север в швецию или в восточную пруссию за линией фронта самолет начали обстреливать советские зенитки нужно было срочно приземляться на поле Михаил приземлился в польше за линией фронта 8 февраля 1945 года в 14 часов 40 минут вот как Михаил девятаев вспоминает этот момент какой-то солдат размахивает автоматом фашисты сдавались но нам соответственно пришлось ответить один с нашей стороны другой с вашей стороны давай для переговоров а мы вместо одного все выпрыгнули бежим они в сторону нас бегут а мы в объятии в объятии в сторону русских но на родине героев ждали новые испытания первое время бывшие пленные допрашивались НКВД несколько раз в день я изучал самолет по обломкам фашистских самолетов да не может быть вызвали меня еще пригласили старшего лейтенанта старший лейтенант говорит не может быть чтобы без подготовки летчик истребитель летел на бомбардировщике при том на чужом где все написано не на нашем языке судьба бывших заключенных концлагеря в то время была незавидна о группе девятаева просто не могли поверить девятаев рассказал о месте расположения секретного немецкого полигона что стало настоящей сенсацией для штаба доставленные девятаевым сведения оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки на полигон узодом через несколько часов узодом начали бомбить а еще через пять дней аэродром перестал существовать оказалось что из всех стоявших на взлетной полосе самолетов группе девятаева попался именно тот в котором была установлена специальная радиоаппаратура для запуска ракет добытые сведения помогли советским конструкторам самим создать первые прототипы баллистических ракет а впоследствии и создать космическую программу не смотря на все это после войны никто не знал о подвиге команды девятаева над ними открыто смеялись и никто не мог поверить в то что они смогли угнать немецкий истребитель а потом одному я как-то на охоте рассказал в речном порту был помощник военного коменданта он по видим этот рассказ о победе вкратце передал своему коменданту майору так майор подошел говорит ну и бреху он на меня как бывший военнопленный девятаев не мог найти работу по специальности люди не здоровались с ним при встрече переходили на другую сторону улицы писали доносы а некоторые открыто называли предателем кто его возьмут на работу сами должны понимать какое время это было я откровенно скажу за нашим домом даже следили уж не такие мы такие вы же видели вот там стоит такой человек смотрит человек пришел из плена было очень конечно тяжело и ему было очень тяжело конечно я писал Сталину Молотову Берию писал но никто мне не ответил раз в плену был закон Сталина все и это продолжалось не месяц не год и не два а целых двенадцать лет про подвиг Михаила Девятаева открыто заговорили только после смерти Сталина В 1957 году Хрущев поручил найти героев Великой Отечественной войны незаслуженно забытых в годы культа личности Девятаеву были возвращены боевые награды и воинское звание присвоено звание героя Советского Союза по некоторым сведениям звание героя Советского Союза было ему присвоено по инициативе Сергея Павловича Королёва Награда была вручена за вклад в советское ракетостроение за помощь в создании первой советской ракеты Р-1 копии Фау-2 о его подвиге узнал весь мир его боготворили летчики и космонавты он проводил встречи со школьниками и солдатами а также написал две книги Михаил Девятаев умер 24 ноября 2002 года в возрасте 85 лет но его подвиг будет жить вечно 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 ВЕЧНО